Продолжение следует... Окончательно нельзя. Просто пора к другим темам переходить. Но в заключении хочу сказать еще несколько слов. Нам с вами очень важно уважительно относиться к Писанию. Причем к любым Писаниям, к мусульманским или христианским. Я по всему миру разъезжаю, я повсюду с собой вожу этот Коран. Коран — это английский перевод или английский пересказ, толкование Корана. С арабским Кораном я не езжу, потому что постоянно мне приходится его класть в портфель и так далее. Если бы мусульмане такое увидели, они бы решили, что я неуважительно отношусь к Корану, потому что они считают, что с Кораном нужно обращаться очень внимательно, почтительно, почтительно нужно сначала омовение совершать. Ни в коем случае нельзя делать заметки в Коране, в арабском Коране. Я никогда не буду делать заметки по этой причине. Относитесь к Корану с уважением. Коран, с точки зрения мусульман, должен всегда занимать самое высокое место в доме. От нас, христиан, это, конечно, не требуется, но мусульмане в любом случае считают, что к Корану мы должны относиться с уважением, обращаться с ним, с уважением. И точно так же нам нужно обращаться с уважением с Библией. Сейчас на Библии у меня лежит еще одна книга. Мусульман — это бы задело, их бы это оскорбило, потому что поверх Библии ничего больше не кладут. Библия выше всех остальных книг. И ни в коем случае нельзя класть Библию на пол. Это немыслимо. Например, в мечети люди на полу сидят, а Коран всегда лежит на подставке. Если на пол положить, это проявление неуважения. Когда идете с Библией по улице, не несите ее, как мешок картошки. Относитесь к ней с уважением, потому что Священное Слово Божие этого заслуживает. Мусульмане часто считают, что мы невнимательно, без должного почтения, непочтительно относимся к Библии. Помните, мусульмане высоко ставят Священное Писание, и нам с вами нужно проявлять почтение, почтительность к Слову Божьему, будь то Библии или Корану. Мы с вами стоим на Библии, на Слове Божьем. Тем более, нужно к Нему относиться уважительно. А теперь мы с вами переходим к следующей теме. Эта тема формулируется так. Танзил и воплощение. Разные взгляды на откровение. Мусульмане верят, что Вечное Слово, посмотрите на диаграмму, ум-ул-китаб, Вечное Слово, Мать Книги, это Небесная Книга, и суть этой книги сошла к нам, слово Танзил сошла на арабском языке, в форме Корана. Это и есть сниспосланное откровение. Слово стало книгой в Исламе. Вечное Слово стало книгой, Кораном. В Евангелии же, в христианстве, Вечное Слово стало плотью. Оно воплотилось в Мессии Иисусе. Об этом мы будем говорить подробнее. И сопоставим эти два взгляда на откровение. Когда мы начинаем разговор с мусульманами, мусульмане начинают беседу с того, что Вечное Слово стало книгой, а христиане подходят к вопросу иначе. Живое Слово стало плотью. Как же нам толковать Живое Слово? Кто же такой Иисус, Мессия? Существует серьезное непонимание, которое отражается на всех наших диалогах с мусульманами. С этого непонимания нужно начать. Что мы имеем в виду, когда говорим, что Иисус — Сын Божий? Непонимание, недоразумение. Я не знаю, как оно возникло. Есть у меня предположения по этому поводу. Я думаю, что это предположение имеет под собой определенную основу, определенное основание. В ранние годы своей проповеди в Мекке совершенно очевидно, что Мохаммед вступал в контакт с христианами. Этот контакт особенно усилился уже в Медине и с христианами, и с иудеями. И он пытался понять, во что же верят христиане. Я предполагаю, что он неоднократно беседовал за чашкой чая с теми христианами, которые жили в Мекке. И его другом стал один христианский монах. И вот представляю себе, что за чашечкой чая в Мекке в начале служения Мохаммеда Мохаммед спросил у этого христианского монаха, что же такое Троица? Что вы имеете в виду, когда говорите о Троице? Кстати, помните, что Библии на арабском языке не было. И монах, то он, конечно, монах, христианин да христианин, но Слова Божия у него не было, и он полагался только на устную традицию. Иногда запоминал правильно, иногда неправильно. И вот я представляю себе, как монах такой почесал в затылке и говорит, «Друг мой Мохаммед, это очень хороший вопрос. Что же такое Троица? Это значит, что есть Отец Бог, зовут его Яхвы, и Отец Бог Яхве женился на Деве Марии. И вот у Девы Марии и Бога Отца Яхве родился Сын Иисус». Вот и получается Троица. Отец, Мать и Сын. Бог Яхве, Дева Марии и Сын Иисус. Вот это и есть Троица. И Мохаммед был вне себя. Он-то в Мекке проповедует против многобожия, против политеизма. Мы с вами говорили о том, что за пределами Мекки уже было представление о дочерях Бога, о дочерях Аллаха. Аллат, Алуза, Алманад. Это и есть политеизм. Против этого политеизма и выступал активнейшим образом Мохаммед. Он говорил, что нет никаких дочерей у Аллаха. Им поклонялись, причем поклонение это было страшным, часто безнравственным. И тут Мохаммед, когда это услышал, подумал, надо же, у христиан, однако, то же самое. Яхве, Бог Отец, и у Него есть жена Мария, и они вместе родили ребенка Иисуса. Вот это и есть христианская Троица. И, выступая против Троицы, Коран рассматривает Троицу именно с такой точки зрения. Ну, простите, но против такой точки зрения и мы тоже можем и должны выступать. Это не наша вера. Это нужно объяснить любому мусульманину, который начинает читать Евангелие. Коран критикует тринитарианское богословие, но совершенно непонятно, против кого эта критика направлена. Против христиан или против многобожников, политеистов? На кого нападает? С кем сражается Мохаммед? Или с чем? С политеизмом или с христианством? В Коране не сказано, что вот во что верят христиане. Написано по-другому. Троица, ужасная мысль. У Бога была жена и сын. Но нигде в Коране не написано, что христиане верят в такую Троицу. Речь идет скорее о политеизме, не о христианстве. Если христиане в это действительно верят, то следует от таких верований немедленно отказаться, и мы с этим согласны. В те времена в церквях часто использовались такие выражения, как «Мария, Матерь Божья». Кстати говоря, епископ Нестор часто говорил о том, насколько неуместны эти выражения. Помните, мы с вами упоминали Нестора уже? И вот нестыриане, следуя за Нестором, говорили, этот язык, эти слова политеистические, многобожные, многобожнические, «Мария, Матерь Божия». Лучше сказать по-другому, «Мария, Мать Иисуса Христа». Иначе получается, что Мария, богиня, которая родила еще одного Бога. Нестыриане предлагали использовать другие слова, «Мария, Мать Иисуса Христа». И спорили в церкви, кто же такая Мария, Матерь Божия или Мать Иисуса Христа. Кто-то стоял на позиции «Матерь Божия», но тогда получалось, что действительно мы подходим слишком близко к политеизму, многобожию. Именно в таком контексте развивалось вот это понятие «Сына Божия» или «Троицы». И именно такое понятие отрицается в Коране. Мусульмане до сих пор полагают, что мы верим именно так. Когда мы собирались в Сомали, один миссионер нам сказал, «Вот Иисус, Сын Божий, не говорите об этом мусульманам, по крайней мере, два года. Сначала с ними подружитесь, потом года два пройдет, вы с ними достаточно чаю выпьете, и потом скажите мусульманину, скажите примерно так, «Ты знаешь, я тебе скажу одну вещь, которая тебя шокирует, но, пожалуйста, выслушай меня, Иисус — это Сын Божий». И тогда мусульманин вскочит, и часть со стола слетит, потому что он упадет, потому что мусульманин в шоке будет. Но этот мусульманин уже ваш хороший друг, и я надеюсь, что вам его удастся успокоить, вам его удастся быстро привести в чувство. Но сразу об этом говорить не надо, подождите, по крайней мере, пару лет, потому что вопрос о том, кто же такой Иисус, стоит в очень важном месте, никогда не покидает сознание мусульманина. Мусульмане задают этот вопрос, кто же такой Иисус? Вы, христиане, вы не политоисты случайно? Кем вы считаете Иисуса? Он что, еще один бог? В Сомали мы как-то ехали в автобусе 55 километров от Магадиши, мы были. Я был с своей семьей, мы сидели на задних сиденьях автобуса, автобус был такой шумный, и все скрипело в нем. И мне кричат, а кто вы такие? А я Дауд Чак. То есть вы мусульмане? Нет, я христианин, говорю я. А, то есть ты веришь, что Иисус у Бога был сын, и еще и жена у Бога была? Люди даже не дожидались того, как за чаем об этом говорить. Просто постоят просто в этом скрипящем автобусе, прилюдно, начинают кричать и задавать такие вопросы. Как на это отвечать? Понимаете, нет возможности выпить, попить чай два года, пока человеку на эту тему будешь говорить. Так как же отвечать на подобные вопросы? Сначала давайте разберемся с некоторыми неправильными представлениями, с некоторыми ошибочными представлениями. Во-первых, конечно, в такую троицу мы не верим, мы не считаем, что у Бога была жена и сын. Это все глупости, и сразу от этих глупостей нужно отказаться. Ни один мусульманин никогда не задумается о Евангелии, если он будет считать, что мы верим в Бога, у которого есть жена и сын. Если бы мы в такое верили, я бы никогда и сам не стал христианином. Это действительно многобожие, это действительно политеизм. Но есть и другие неверные понимания. Первый пункт нашего плана. Христиане не считают Иисуса одним из трех богов. Христиане не считают Иисуса одним из трех богов. В Хоране написано, не думайте, что у Бога жена. Мы так и не думаем. Не думайте, что Иисус один из трех богов. Нет. И мы так тоже не думаем. Тринитарианство, учение о Троице, это не политеизм, не три бога у нас. И не два бога тоже. Мы не считаем, что Иисус один из двух богов. Мы не считаем также, что Бог это Христос. Нет. Но мы считаем, что Христос есть Бог. Я все это перечисляю, потому что эти возражения в Коране перечисляются. Не считайте, не полагайте, будто у Бога есть жена. Конечно, мы и не полагаем. Не считайте, что Христос один из двух богов. Нет. Не полагаем мы так. Не считайте, что Христос один из трех богов. Нет, мы так тоже не полагаем. Не считайте, что Бог есть Христос. Нет, мы так и не считаем. Мы считаем, что Христос — Бог, но мы не считаем, что Бог — Христос. Если Бог — это Христос, и Христом все исчерпывается, тогда в момент распятия Бог умер навсегда, и Вселенная осталась без Бога. По Библии Бог полностью во Христе, полнота Божия пребывает во Христе, и, встречая Христа, мы встречаем Бога во Христе. Однако при этом не точно, неверно будет выражение «Бог есть Христос». Вы понимаете мои рассуждения, в данном случае мои мысли? Я недавно был в Судане, в Хартуме, и вечером у нас был диалог с мусульманами, и его записывали, и распространяли по Судану. И мне неоднократно задавали этот вопрос там в Судане. Вы верите в крест? Конечно, несомненно. Вы верите, что Христос есть Бог? Несомненно, разумеется. Нет. Меня спросили по-другому. Вы верите, что Бог — это Христос? Нет, говорю я. Мы верим, что Христос есть Бог. А что же случилось в момент распятия? Если Бог — это Христос, то в момент распятия Бог умер, и Бога уже нет. Нет, говорю я. Нужно говорить точнее. Христос есть Бог, и Бог воскресил Его из мертвых. Необходимо помнить об этих отношениях. Единство Бога Отца и Иисуса Христа. Бог во Христе искупает мир, искупитель мира. Бог во Христе воскрешает Его из мертвых. Об этом мы говорили довольно подробно. Об этом часто говорят в связи с крестом Христовым. Давайте четко разбираться в словах, подбирать слова. Бог во Христе. Но неправильно говорить, что Бог — это Христос. Вот все это необходимо учитывать, беседуя с мусульманскими богословами. Хотя большинство мусульман даже не знают, что эти слова в Коране написаны. А для тех, кто знает, для тех, кто разбирается в богословии, этот вопрос возникает снова и снова. А теперь я хотел бы услышать ваши комментарии. Правильно ли сказать, что Христос — это полностью Бог, полностью человек на сто процентов? Да, конечно, разумеется. Именно поэтому нельзя сказать «Бог есть Христос», потому что во Христе и Бог, и человек. Воплощение означает, что Бог воплотился во Христа. Очень полезное замечание. Спасибо. Ислам нам, христианам, очень удобен. Знаете, почему? Потому что ислам заставляет нас мыслить богословски. Большинство из нас, наверное, даже не задумывались над значением фразы «Бог — это Христос». Но это неверное богословие, неаккуратное, небиблейское богословие. Мы-то об этом не задумывались. Но ислам, мусульмане нас спрашивают «Бог — Христос, что-то случилось в распятии?» Значит, нам приходится продумывать богословскую позицию. С непродуманной богословской позицией невозможно общаться с мусульманами. Может быть, было бы лучше, если бы древние христиане пришли к выводу о том, что Мария — мать Христа, а не Матерь Божия. Нестор именно так и говорил. Он говорил, что так лучше выражаться. Я с ним согласен. Потому что, когда говоришь, что Мария — Матерь Божия, начинается политеизм. Но при этом это католическое богословие. В Иерусалиме, прямо рядом с мечетью Омара, в Иерусалиме, в важнейшем духовном центре для мусульман, стоит Церковь Марии Матери Божией. Мусульмане говорят, «Ничего себе! Ну и христиане! Надо же!» Итак, кто же такой Иисус Мессия? Как это истолковать? Расскажу вам одну историю. Я возвращаюсь к той мечети в Лондоне, чего тогда только не было. В частности, случилось вот что. Да, у нас сначала была двухчасовая дискуссия с мусульманским богословом. А потом на протяжении часа мы отвечали на вопросы. И первый же вопрос был таков. «Вы считаете Иисуса Сыном Божиим?» Так что некогда мне было два года чая с ним пить. Сразу спросили на глазах 400 других мусульман, которые заполняли мечеть. Я был в восторге от этого вопроса. Я всегда в восторге, когда этот вопрос мне задают. Потому что в таком случае, в ответе на такой вопрос, я могу рассказывать о том, кто же такой Иисус. Я говорю, «Спасибо вам огромное за то, что этот вопрос задали». И вот что я ответил. Я часто даю такой же ответ, беседуя с мусульманами. Представьте себе, что я говорил об этом перед сотнями мусульман, которые слушали и действительно хотели понять, что же мы имеем в виду, когда называем Иисуса Христа Сыном Божиим. Первое, что я сказал, давайте разберемся с глупостями. Мы не считаем, что у Бога была жена и сын. Нет, 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 и еще раз сто раз нет. Меня тошнит от этого утверждения, от таких глупостей. Это далеко не христианское богословие. Мы также не считаем Христа одним из трех богов или одним из двух богов. Давайте сразу же это уберем. Мы не считаем, что Бог — это Христос. Но теперь давайте разберемся с тем, во что же мы действительно верим. Имя Сына Божие — это имя, которое дали Иисусу не люди. А Бог Сам дал Ему имя. Бог Сам назвал Его Сыном Возлюбленным. Сын мой возлюбленный. Гавриил явился Марией. Деве Марией. В Коране, кстати, об этом тоже написано. Гавриил явился Марией и провозгласил, что имя Ему будет Сын Божий. Что значит Сын Божий в данном случае? По крайней мере, дважды, дважды в служении Иисуса Христа Бог проговорил с небес. Сей Сын мой возлюбленный. При крещении Иисуса в начале Его служения. Но я не сказал мусульманам о втором разе. Они, скорее всего, этого не знают. А вам скажу. На горе Преображения, когда Моисей и Илья явились Иисусу, тогда Бог прогласил на горе Провозглашения, «Сей Сын мой возлюбленный, Его слушайте». К тому моменту исчезли уже Моисей и Илья, остался один Иисус. И было ясно, что высшая власть принадлежит Иисусу. Это имя дал Иисусу сам Бог. А следовательно, нужно задуматься, что же имеет в виду Бог, когда говорит «Сей есть Сын мой возлюбленный». Он называет Его Сыном возлюбленным. Что это означает? Дальше я продолжал. Читая исламское богословие, я нахожу указания, помогающие понять смысл имени Иисуса. В Коране я читаю, что Иисус – Мессия Калима Тула, то есть Слово Божие. Калим – Слово от Ула. Слово Божие. Так написано в Коране. Более того, изучая исламскую философию, особенно ее ашарицкое направление, которое на самом деле преобладает в современной мусульманской философии, так вот, в ашарицкой философии я узнаю, что Слово Божие несотворенно. Оно сосуществует вечно с Богом. И нет разногласий между Богом и Его Словом. Нет расхождений. Это не что иное, как направление исламской философии. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Я недавно говорил вам о том, что нельзя заставлять ислам проповедовать Евангелие. На основе ислама Евангелие не проповедуется. Мы свидетельствуем на основе Библии, на основе Евангелия. Так что нельзя искажать ислам, но определенные знаки, указания здесь есть. Вот что я сказал тогда в мечети. Я отлично понимаю, что когда ашариты утверждают, что Слово Божие вечно несотворенно, что Бога не отделить от Божьего Слова, я понимаю, что Божие Слово — это ум-ул-китаб, Вечное Слово, Вечная Книга в Небесах, из которого пришли и Таурат, и Забур, и Инджил, из которого прежде всего пришел Коран. Коран — есть душа, самая душа, ум-ул-китаб. Я понимаю, что Слово Божие для вас — это мать книг в небесах. Многие мусульмане говорят, что эта книга записана в небесах на золотых скрижалях. Да, вы именно это имеете в виду? Да, конечно, да. Шаник хорошо понимает исламское богословие. Говорят они, да, здорово. И я говорю, но это, конечно же, метафора, потому что Божие Слово всегда живо и динамично, и действенно. Его нельзя удержать на золотых скрижалях. Бог всегда говорит своим Словом. Он не только сотворяет, но и поддерживает всю Вселенную. Так что, как только мы говорим, что Слово вечно, мы не имеем в виду Слово, записанное на золотых скрижалях. Я считаю это метафорическим языком, образным языком. Конечно, я уважаю ваше исламское понимание, но, как христианин, я подхожу к этому вопросу несколько иначе. Более того, когда я читаю, что Иисус есть Калима Тула, я понимаю Коран так. Бог сказал, и Иисус был чудесным образом сотворен в чреве Марии, как в свое время был сотворен Адам. Правильно? Правильно, да, Айшенк понимает исламское богословие, да. Спасибо, говорю я. Вот сегодня я услышал ваше исламское свидетельствование. Слово вечно и несотворенно, и Бог неотделим от Его Слова. И при этом Бог сказал, Бог проговорил, и в чреве Марии родился Мессия. А теперь, если вы пригласите меня, я расскажу вам о том, что значит Евангелие для нас. Я обратился к первой главе, первому стиху, Евангелие от Иоанна. Иоанна, первая глава, первый стих. Читаем мы здесь следующее, братья и сестры. Первый стих. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, а тьма не объяла его. Итак, вечное Слово Божие, самовыражение Бога. С самого начала, в момент творения, Бог говорил, и по Слову Его сотворены небо и земля. Словом Его держится небо и земля. Совершенно верно. Это живое Слово. На скрижалях его не запечатлеть. Это вечное Слово. Оно единосущностно с Богом. Оно не отличается от Бога, ибо исходит от Бога. Это вечное Слово. А теперь самое удивительное. 14 стих, первая глава Евангелия от Иоанна. И Слово, это Слово, вечное Слово, стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. И вот я сказал в мечети, это означает, что Мессия воистину и есть Калиматулла. не в том смысле, что Бог сказал, Иисус сотворен в чреве. Девушки, девушки, нет, Он воистину воплощение вечного Божьего Слова. В Нем Слово стало плотью и мы видим Его, полную благодати и истины. Вот это и есть смысл выражения Иисус Сын Божий. Бога не отделить от Божьего Слова. Он не отделим от Божьего Слова, потому что Божье Слово это Его самовыражение. Словом Он сотворил Вселенную, поддерживает Вселенную, открывает Свою волю. Слово Божие стало плотью и обитало среди нас. Невозможно отделить Бога от Его Слова, поэтому, встречая Иисуса, мы встречаем Бога с нами, потому что Бог и Слово Его единосущностны. Вот что значит Иисус Сын Божий. Слово Божие среди нас. Слово Божие Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...